Опа Опа А вот гляньте-ка, еще одни потрясающие формы. Вот это вероятнее всего такие чаши, видите, такими ячейками радированы, вообще класс. Такими бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-штуками. Понятно объяснил, да? Это такие недоделанные эв parity-ные котлы. Ой, посмотрите, какие жилки кварцевые. в общем суть в том что вот эти чудесные чаши видите какие они все гладенькие может быть вот так вот шел поток туда вот так а потом вот сюда смотрите какая ниша офигенная выработанная неизвестно как он шел поток а вот вообще воду выкачаем смотрите такая круглая ниша это уже не нишина это уже в общем-то полноценный эверзионный котел просто очень маленький эверзионный котелок обратите внимание что она как бы на конус идет сужается а вот там хоп самом низу она у нее ну диаметр как бы снова увеличивается то есть вот наконец таки я нашел полноценный эверзионный котел правда он маленький и вот вокруг точно такие же ниши как и чистых уветривание очень похоже и вообще вокруг везде красота просто сказочная сказка и фантастическая фантастика ну и к слову буквально через пять метров вон они свеженькие так сказать следы развалов но там глыбушки уже покатались по обвалились посмотрите какое чудо вот это вот самый что ни на есть настоящий эверзионный котел надо его откачать вот метровая линейка не убраться бы туда с фотоаппаратом 70 сантиметров там валуны лежат на дне 80 83 сантиметра диаметр его метра на два фантастика вот метр я положу стоять вот чтобы было понятно какой он формы надо сейчас прийти вычерпать его я вот тут вырвал травку вот из него водичка потекла теперь видно но боюсь это его не сильно осушит юго-восточная оконечность мыса куркинееме просто изобилует эверзионными котлами посмотрите вот еще один красавчик сейчас чтобы было понятно блин ну мне туда не подойти я просто улечу туда там глубоко хотя в самом котле можно конечно посидеть вот я там положил длину 80 сантиметров высоту 20 линейка сложена блин 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 потрясающая штуковина также какую еще можно заметить закономерность в конкретном случае вот в этом эверзионном котлу как котле смотрите что мы видим мы видим наш любимый уголок уголок видите инстинк идем дальше вот вот у нас да опа ворзионный котел у нас что делает он повторяет форму этого уголка может быть конечно это случайность а может быть и нет но ничего случайного тут нет потому что все формы рельефа так или иначе они обязательно связаны с тектоникой они накладываются на тектонику и наследуют ее развиваются по уже заложенным наш тектоникой формам ничего в этом нет удивительного это совершенно обычные вещи а вот еще смотрите котелушка тоже прикольный в трещине вот чтобы было понятно положим туда линеечку вот такой вот дружок причем реально что мне непонятно вообще это как вот туда вглубь она точно также овало видно вот туда сужается но это чудо чудное такая фигня есть в моем любимом красном соколе ровная линеечка и а стеночка она вот такая вот кругленькая просто кругленькая еще парочка еще парочка эверзионных котлов или каких-нибудь дырок в гранитах и всех уже будет тошнить от моего там котел котел ничего сейчас мы еще пойдем тот черпать а мы вернулись к нашему котлу уже со всем оружием точнее я вернулся ща буду черпать капец Субтитры сделал DimaTorzok Меня качает ладога и ветер поет Цвета меняет радуга и медленно плывет И дым повсюду стелится, стекает в облака С трудом в такое верится пока Стоит высокая трава, не лишит змея Сидит на дереве соба Вот сколько сюда насыпалось Сколько я уже вытащил, а вот еще продолжение Но я надеюсь, я найду на самом дне мячик Тот самый валун, из-за которого все это образовалось Ну не факт, конечно По ощущениям на дне Одни глыбы Вот такие вот щебень Глыбы Это то, что сюда уже Опасля навалило Пока что ничего интересного Вот этот бы как-нибудь вытащить отсюда Но блин Это никак Наверное За веревками бы сходить Но уже в падлу все равно я его не вытащу никак Зато может сейчас уроню себе его на ногу Вот какой-то призанятный, я видел Круто Даже ничего себе не сломал Теперь буду котлом черпать А то герму можно порвать Это Ох, капец Че я делаю вообще? Блин, это ж клево Смотрите, какой охрененный котел Образионный Это, конечно Наверное, Атланты сделали Чтобы посылать Сигналы в космос Как в красном соколе Блин, ни одного валуна Может это и не котел вовсе Ворзионный Даже ни одного Ничего окатанного нету Чебеночка Если бы я тут нашел шарик Такой мячик Я бы его увез, конечно, бы с собой Это был бы самый ценный экспонат А может быть, кстати, он развалился На кусочки Пока жил тут Ну, а вряд ли Пока на него падали Вот эти друзья Он Не выдержет Такого натиска Как ни странно Здесь идет Как заметно Трещина Душка от очков Атланты, наверное, оставили Сейчас Атлант ходит Такой Где мои очки? Вот это котел Не то, что там Хухры-мухры Посмотрите, какой фантастический котлища Эверзионный Уху! Поехали! Как видно, дно абсолютно кругленькое Вот даже если присмотреться Видна Вот она, штриховка Отлично видна То есть, наверное, двигался валун Или валуны вот так вот Вот борозды Ну, может, это что-нибудь другое Блин! Вот это класс! Вообще прикол! Вот этот вот ножик Вот там лежал я, вычерпывал И вычерпал этот ножик из котла Реми Линк какой-то Наверное, вообще И острый даже Вот, блин! Шведский нож Вообще все пофигу Вообще ничего с ним не случилось Все работает Только альтиметр вывалился Или что, тут часы были Ножницы даже есть Штопор Отвертка, пилка, колка И зубочистка Самоклап Вот это награда А, пинцета еще нет Ё-моё! Надо вернуть обратно Да, как оказалось Глубина его была Больше метра Только от уровня воды То, что я тыкал линеечкой Там 70 сантиметров Просто в валуны тыкался Конечно, этот котел Безусловно, герой дня Вообще И всего Того, что Со мной происходило здесь Такой дружок Вообще фантастический Просто-просто слов нету Какая Штука! Ах! Класс! Вообще! Круть! Что по поводу него Можно сказать Не просто так Он заложился По трещине Большинство котлов Эверзионных Закладываются Именно по трещинам Почему? Потому что Эверзионный котел Вот тут рядышком Есть маленький Который уже снимал Это Он тоже Сидит на трещине Эверзионный котел Это часть Какой-либо Гидросети Не важно Эфемерной Или Постоянно существующей Это часть Гидросети Гидросеть Закладывается Всегда По трещинам По разломам По депрессиям И понижениям В земле В земной поверхности Вот собственно и все А трещина К тому же является Наиболее слабым звеном Пару раз туда упал Валун Долбануло Откололось Вымыло Образовалась ямка Туда Начала дальше Долбить Не важно Вода Песок Камни Со временем Образовалась Колдобина Которая постепенно Падающие туда Камушки И прочие Песчинки Углубляли И в итоге Уже Со временем Этот поток Который здесь Существовал Может быть Это вертикально Падающая струя Там не знаю С ледника Или просто Вон если посмотрим Туда Там у нас верх Да Когда-то раньше Был с этого Верха Текла Речка Ручеечек Речучечка И соответственно Сюда попадали Валуны И они оттуда Уже никак Не могли выбраться И там Это все Булькало Булькало Если вы Просто На землю Польете водичку Сверху Вы посмотрите Как она выработает Такую же чашу И начнет там Закручиваться По спирали Вот собственно Вот это Обыкновенное Свойство воды Турбулентное И Явило собой Такую Прекрасную форму Соответственно Наличие Постоянного Потока В течение Какого-то времени Плюс Поступающий Материал Образовали Вот эту форму Я не могу Я не могу Наглядеться На нее На эту дырищу Она Потрясающая Хочется забрать С собой После такого Прекрасного Откапывания То есть Откачивания Эверзионного Котла Вполне Можно И грибочков Грибочков Вполне Можно Меня качает Ладога Меня качает Ладога Меня качает Ладога Меня Туманами Запарены Луга Стоят Столбом И в столб Зеленый Палевый Сахат И мьется Лбом А легкость Несусветная Но дипарит Тела И вот Летит Заветная Стрела Стоит Высокая Трава Мне Лежит Змея Сидит На дереве Собой Я Я Я Я Ладога